Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Проблема заключается в самооценке, я так думаю. Когда попадаю в новый коллектив, сразу попадаю под грязь подколов и стёбов. Люди получают на меня голос, постоянно пробивают и моё мнение игнорируют. Считаюсь лоховым в коллективе. В каждом новом коллективе или просто в компании ко мне относятся с лёгким неуважением. И сейчас я очень начал пугаться от компании. Три года назад меня на работе не взлюбил мужик. Он был намного сильнее меня. До этого я всегда дрался и после драки я становился как бы изгоем. Но не лохом меня уже мало кто трогал. Он начал приказом в случае отпускать шутки, которые переходили на личности. Шутки, понижающие достоинства. Я с ним пытался враться, но он справился со мной легко. Поэтому не воспринимал меня всерьёз. Унижение от его страны продолжалось два года, пока я не уволился. Везде чувствую себя изгоем, не в своей тарелке. С нормальными мужчинами общаться не могу, дико неуверенность в себе. Когда шутят надо мной, то после этого теряю себя сразу прилив в агрессии, но чувствую, что слаб. Кстати много чего, много проблем из детства, так как отец не принимал меня, мысли были чужими. И больше было общение с мамой. Пишет Денис. Денис. Собственно, я думаю, что в конце своего текста вы сами указали на то, что много чего писать, много чего накоплено, много чего подавлено. И, в общем-то, много чего не прожито. И начинал бы я, конечно, с того, чтобы всё это проживать вместе со специалистом. То есть вы, обратите внимание, не задаёте вопрос. То есть вы его просто не задаёте. Вы не сформировали свой запрос. Например, что вы хотите поменять. Допустим, ну, там, к примеру, ну, поднять машинку, стать более увереннее в себе и так далее. Вот. То есть, ну, если у вас не сформирован запрос, то, опять же, ну, психолог может помочь вам это сделать, да? То есть сформировать свой запрос. На поведенческом уровне, что вы можете сделать именно на поведенческом уровне? На поведенческом уровне вы можете начать делать то, что повышает вашу сына оценку. То есть просто, ну, просто не делать того, что ваша сына оценку понижает, и делать то, что ваша сына оценку повышает. Чисто на таком вот, знаете, как бы, победительском уровне, да, это, на мой взгляд, не представляется мне чем-то таким очень сложным. Именно вот в качестве такой вот первой помощи. Дальше, не сложно увидеть, ну, по крайней мере, на мой взгляд, не сложно увидеть. Что вы зажимаете в себе много эмоций, вы зажимаете в себе много переживаний, вы зажимаете в себе, вот, на мой взгляд, много какой-то такой, значит, ну, злости, да, вот. И, как мне думается, вот вам бы ее, эту злость, начинать бы, значит, как-то выражать, да, как-то проявлять, вот, не только в, значит, ну, в контексте, не только в контексте, вот, того, скажем так, негатива, да, который вот у вас есть. То есть, сейчас у вас зло связано исключительно только с реакцией, исключительно только с реагированием, вот, значит, ну, каким-то реагированием, вот. Тогда как? На мой взгляд, вы можете, значит, самостоятельно для себя выбрать, когда и как вы выражаете, значит, свои чувства, когда и как вы выражаете свои переживания, да, и, соответственно, ну, вот это делать. Вот, это, на мой взгляд, тоже было бы неплохо, вот. Далее, конечно, работа с мужским образом, то есть, ну, вот, какой я мужчина, да, чего я хочу, то есть, вот, что для меня является, является, ну, что для меня является мужественностью, вот, вот, как я вижу, вот, эту самую, ну, эту самую мужественность, вот, как я, значит, ну, как бы к этому отношусь, да, и так далее. То есть, это вот тоже такой очень, как мне думается, как мне кажется, достаточно важный момент для того, чтобы мы, значит, с вами его, например, ну, например, мы с вами, допустим, его как-то поисследовали, вот, как-то его разобрали, да, рассмотрели и так далее. Вот, дальше, в этом ключе нужно понимать, да, как вы выстраиваете коммуникацию с людьми и как вы относитесь к себе. Потому что, на мой взгляд, ключевой момент, ну, один из главных, вот, ключевых моментов, он, на мой взгляд, заключается в том, что вы к себе, сами, к себе сами относитесь очень-очень посредственно, посредственно, вот. Ну, мягко говоря, мягко говоря, то есть, вы не принимаете сами себя, вот, а люди, люди, которые, люди, которые вас окружают, они просто вот, как бы, считывают, они считывают то, как вы к себе относитесь, и просто, ну, отзеркаливают вам, в вашу собственную модель, ну, отношения к себе самому, вот, поэтому, поэтому, если вы измените, значит, свое отношение к себе, вот, если вы, ну, подкорректируете свое отношение к себе, вот, то люди будут к вам относиться тоже совсем иначе, не так, как, вот, относятся на данный момент, то есть, это результат, это следствие именно того, как вы относитесь сами к себе, и принять себя, увидеть, что на данный момент стоит на пути того, чтобы вы себя приняли, это тоже очень важно, потому что, если вы не принимаете себя, то, и, соответственно, вас, ну, что логично, на мой взгляд, вас никто не, вас, ну, никто не будет принимать, ну, вот, а дальше, значит, на что еще очень важно обратить внимание, это на то, для чего, ради чего, зачем вы приходите на работу. Вот у меня, например, сложилось такое впечатление, да, что вы на работу приходите для того, чтобы как-то, вот, ну, ну, подтвердить, скажем, скажем так, подтвердить свою, ну, какую-то неполноценность, вот. Дальше, что касается отца, здесь, значит, совершенно очевидно, на него, на папу, в смысле, есть какие-то обиды, вот, довольно-таки, ну, серьезные, довольно-таки, ощутимые, скажем так, вот. Вот, и, эти обиды на данный момент, на данный момент остаются невыраженными, тоже, тоже, вот. То есть, также, вот, эти обиды остаются невыраженными, это зло остается невыраженной, и, ну, есть ощущение, что вы цепляетесь за, вот, такое, получается, непринятие, да, да, вот, есть такое ощущение, что, что вы цепляетесь за непринятие вас, вот, и, с одной стороны, вроде как бы боретесь с этим, но, с другой стороны, вроде как бы ищите это, вроде как, именно, вот, цепляетесь за это, потому что, ну вот, со стороны мужчины, опять же, со стороны мужчин, вероятно, вы другое бы отношение не знаете, вот. Вы говорите, значит, что с мужчинами вам общаться сложно, вы не чувствуете себя уверенно. Ну, на мой взгляд, ничего в этом необычного нет, вот. Если бы это, ну, если бы было по-другому, то вряд ли вы бы обратились за помощью к нам, вот. Но, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что вот опора на себя и в рамках, значит, в рамках взаимодействия с мужчинами, это еще и, довольно, такое вот, знаете, я бы сказал, ну, знаете, как, такое корректно, четко, четко и корректно в целеполагании, вот. Для чего мы контактируем, чтобы что мы контактируем, вот, что мы хотим, ну, получить в результате этого контакта. Вот эти все моменты, они, на мой взгляд, довольно-таки важны, если мы говорим, значит, ну, если мы говорим в рамках, вот, о вашей ситуации, вот. Если такой вот, какой-то четкой достаточно цели нет, то, соответственно, появляется возможность, появляется, ну, появляется ресурс, скажем так, для того, чтобы видеть другие вещи в вас. Вот, что, кстати, другие вещи, ну, могут касаться, там, опять же, ваших, к примеру, недостатков, да, опять же, ваших, к примеру, каких-то изъянов, которые, ну, в принципе, есть у всех, да, и это нормально, ну, вот, значит, в вашем случае, это именно, именно, что, вероятно, связано с тем, что нет, вот, какой-то такой, ну, щепкой, я бы сказал, цели при взаимодействии, ну, при взаимодействии, как бы, вот, с мужчинами, вот, как-то так. На этом все, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать на с собой работу, я желаю вам всего самого доброго, удачи.